Слушайте доктора. Итак, Екатерина Сергеевна, сначала напомните, пожалуйста, как, когда и для чего появился Всемирный день борьбы со СПИДом? Всемирный день борьбы со СПИДом появился в 1987 году, когда его задумали сотрудники Всемирной организации здравоохранения как повод для привлечения всеобщего внимания в мире к проблеме распространения новой и на тот момент еще мало изученной эпидемии. И впервые отметили Всемирный день борьбы со СПИДом 1 декабря 1988 года. С тех пор он прочно вошел в календари самых разных стран и Всемирная организация здравоохранения ежегодно старается к этому дню выпустить новые лозунги в поддержку профилактических мероприятий, которые проводятся во всех странах. И разрабатывает свои рекомендации о том, на какие аспекты распространения заболевания стоит уделить чуть больше внимания в том или ином году. И каковы лозунги и рекомендации в этом году? В этом году лозунгом акции, приуроченной к Всемирному дню борьбы со СПИДом, является «Мое здоровье, мое право». И Всемирная организация здравоохранения акцентирует внимание на том, что у каждого человека есть право не просто заботиться о своем здоровье, но и знать свой ВИЧ-статус. И вызывает население активно проходить тест на ВИЧ, потому что это позволяет выявить заболевание на ранней стадии и своевременно начать лечение. Лечение сегодня рассматривается как один из методов и эффективных способов профилактики передачи ВИЧ-инфекции и прекращения распространения эпидемии в дальнейшем. Евгения Сергеевна, расскажите, пожалуйста, о мероприятиях, которые проводятся в мире и, в частности, в России в преддверии 1 декабря. Как и во всем мире, так и в России проводится комплекс мероприятий, которые посвящены активному информированию граждан, прежде всего. А что это за мероприятие конкретно? Как информируют? В России это, прежде всего, активное включение в профилактику всех организаций, всех уровней. В первую очередь, это, конечно же, средства массовой информации. Наверное, все слушатели заметили, что сейчас практически на каждом канале обязательно что-то идет о ВИЧ-инфекции. И это первый повод. На втором уровне подключаются организации образования, которые проводят акции, организации здравоохранения, которые активизируют привлечение пациентов на тестирование на ВИЧ. Это, безусловно, организации, работающие с населением трудовым, то есть с трудовыми коллективами. То есть подключаются профсоюзы для проведения акций на мероприятиях. Ну и, конечно, это активизация волонтерских организаций, которые тоже в этот период стараются провести максимально возможное число самых разных мероприятий, привлекающих внимание населения к проблемам распространения ВИЧ-инфекции и доносящих информацию о том, как себя можно защитить от ВИЧ. Мне бы очень хотелось остановиться поподробнее на мероприятиях в образовательных учреждениях, как именно данная информация, именно пропаганда, развитие информации доносится до подростков, до школьников, до студентов. Ну, большинство учебных заведений выбирают свой формат в зависимости от того, что в школе уже предпринято. То есть где-то проводятся какие-то спортивные мероприятия, где-то проводятся акции с использованием лекций, когда ученики или студенты сами готовят информацию и рассказывают ее другим. Где-то проводятся тренинги. У нас есть ряд волонтеров в школах и СУЗах, которые прошли обучение, как проводить профилактический тренинг. И они, конечно, проводят вот такие тренинги «Следи своих сверстников». А чему учат эти тренинги? Для чего они нужны? Они учат распознавать ситуации риска. То есть о путях передачи и о способах защиты у нас говорится в уроках биологии, в уроках ОБЖ. И, в общем-то, молодежь владеет этими знаниями. Но многие из них не способны в ситуации риска правильно сориентироваться, чтобы избежать риска заряжения. То есть если спросить подростка, например, как он поступит в ситуации, если был контакт с кровью, например, то большинство не знает, что делать, потому что вот есть в голове, что риск возможен заражения. А что делать, если это случилось, ну как бы не знают. Поэтому в основном мероприятие профилактически ориентировано на то, чтобы донести информацию о том, что риск есть у каждого. И что делать, если ситуация риска создалась, и как вообще себя вести, чтобы не допустить ситуации риска. Вот на это ориентир, конечно, самый центральный. Ну и это могут быть акции, это могут быть уроки, это могут быть какие-то квест-игры, диалоговые формы. Ну и, конечно, это открытый урок, проводимый на сайте StopVichSpeed.rf, который каждое образовательное учреждение может посмотреть онлайн. Давайте тогда повторим эти риски. В чем у них заключается небольшая памятка? ВИЧ передается через биологические жидкости. Это прежде всего кровь, половые секреты мужчины и женщины и грудное молоко. Также вирус может передаться от женщины, ВИЧ-инфицированной ребенку, в время беременности, родов и при грудном вскармливании. Других путей передачи у вируса нет. Поэтому способы профилактики, конечно, просты. Это отказаться от употребления психоактивных веществ, чтобы исключить контакт с кровью и инструментами, которые могут быть загрязнены кровью, содержащие вирус. Воздержаться от половых контактов, хранить верность половому партнеру, знать, конечно, свой ВИЧ-статус, статус полового партнера и в крайних случаях использовать презерватив. Это основные правила профилактики. Но дополнительно можно сказать, что каждый из нас может проконтролировать, например, то, что инструмент одноразовый и стерильный, когда делают какую-то медицинскую манипуляцию. Например, укол, инъекцию или косметологическую процедуру. Других путей передачи у ВИЧ нет. В быту не передается. Воздушно-капельным путем тоже не передается. Поэтому защитить себя довольно просто, соблюдая вот несколько таких правил. Насколько я понимаю, манипуляции косметических сейчас человек встречает очень много в своей жизни. В частности, элементарно маникюр. Там ведь тоже есть контакт напрямую и, возможно, что появится ранка. Если инструмент не будет правильно обработан, есть риск получения заражения кровью. Правильно я понимаю? Да, правильно. Риск, конечно, небольшой, но существует. Поэтому все мастера маникюра, педикюра, в том числе, они должны обрабатывать инструментарий в соответствии с существующими санитарными правилами. Это не просто там водичкой сполоснуть, это полноценная обработка точно так же, как медицинского инструментария. Потому что кроме ВИЧ-инфекции существует порядка 30 инфекций, передающихся с кровью. И, естественно, мастер должен обеспечить условия безопасности своему клиенту на самом высшем уровне, чтобы, не дай бог, не передать какое-то заболевание. А клиент, со своей стороны, должен это все контролировать? Клиент, да, он может поинтересоваться, он может посмотреть, откуда достается инструментарий. То есть, как правило, инструментарий достается из стилизационного оборудования. И это можно увидеть у мастера маникюра, который обрабатывает свои инструменты, не один набор. Он работает как минимум тремя наборами, потому что два из них находятся в обработке, третьим он делает процедуру. Это занимает какое-то время. Да, это занимает время определенное. Каждый из нас правы поинтересоваться. Безусловно. Это не будет выглядеть невежливо, это будет элементарной безопасностью. Я несколько раз интересовалась у мастеров маникюра, у разных, и каждый из них с удовольствием отвечал на вопросы, потому что это отчасти даже повышает репутацию. Безусловно. Что у меня действительно безопасно, ко мне можно ходить. Я позабочусь, чтобы у вас не было никаких проблем после моей услуги, приходите ко мне еще. Это здорово, поэтому интересоваться даже полезно. Да, да. Екатерина Сергеевна, помимо маникюра, где еще может быть риск? В чем еще, в каких процедурах? Тату-салоны, пирсинг-салоны, косметологические кабинеты, то есть те услуги, которые не относятся к медицинским. Но нельзя ведь исключить, в целом по России существуют случаи и медицинского заражения. Это, конечно, не относится к нашей области, у нас на территории области ни одного случая медицинского заражения ВИЧ-инфекции не было. Но, тем не менее, мы все можем проконтролировать, что стерильно-одноразовый инструмент вскрывается в нашем присутствии. И неважно, медицинская это процедура или нет. Таким образом, откуда, как распространяется болезнь здесь, в нашей Кировской области? У нас преобладающий путь половой. Следом за ним идет путь при употреблении наркотиков. И совсем небольшой процент приходится на долю передачи вируса от матери к ребенку. Но это только в тех случаях, когда мамы либо поздно обращались за диагностикой ВИЧ-инфекции, либо отказывались от лечения ВИЧ-инфекции. Такие случаи, к сожалению, бывают. Но самый распространенный пока остается половой путь, незащищенные сексуальные контакты, неготовность партнеров говорить о сексуальном здоровье, неготовность партнеров использовать презерватив в силу того, что они не верят. Что если с ними человек, например, работающий, успешный, может быть, в прошлом состоявший в браке, может быть, даже имеющий детей, то есть абсолютно благополучен, что у него может быть ВИЧ-инфекция. То есть у нас сформировался такой стереотип о том, что ВИЧ-инфекция у людей, которые мы относим традиционно к людям с девиантным поведением, употребляющим наркотики, практикующим многократные сексуальные контакты. Но вот этот стереотип, он уже поменялся. Но на практике он поменялся, а в сознании нет. И поэтому, когда мы знакомимся с кем-то, встречаемся, задать вопрос о ВИЧ-статусе кажется немножко некорректным, даже стыдным. Хотя это здоровье двоих людей. Если люди вступают в отношения, то они несут ответственность и за свое здоровье, и за здоровье своего партнера. Это обоюдное согласие. Так они, в принципе, могут пойти и вместе сдать тест на ВИЧ, который проводится на сегодняшний день бесплатно, как в поликлиниках по месту жительства, так и в спеццентре. Процедура быстрая, не занимает много времени и, в общем-то, дает достаточно хороший, надежный результат. За эфиром вы сказали, что недавно получили новую статистику по Кировской области. Расскажите, пожалуйста. Получили мы статистику не только по Кировской области, мы и по России получили статистику за 10 месяцев. Она пришла буквально сегодня. И вот по данным, которые нам прислали в Российской Федерации, за первые 10 месяцев было выявлено 79 тысяч 75 новых случаев. В Кировской области по итогам 10 месяцев у нас уже выявлено более 250 человек. У нас идет активный рост заболеваемости, поэтому, к сожалению, остановить пока что рост числа новых случаев нам не удается. Это признак того, что эпидемия у нас на территории существует, распространяется, но не так много людей добровольно желают обследоваться на ВИЧ-инфекцию. Причем 250 человек – это пока те, кто прошел проверку. Да. То есть мы можем лишь подозревать, какое число на самом деле. Безусловно. То есть если мы говорим о том, сколько вообще может быть на территории, то на каждого выявленного человека у нас может приходиться от 2-3 до 5-7 невыявленных. Очень внушительная цифра. Давайте с этим поговорим, какое-то распространение информации. В городе понятно, то есть городские жители. Кстати, расскажите, пожалуйста, по выявлению заболеваемости в городе и за пределами, скажем так, районных центров. Она выше, ниже или такая же? Ну, город, конечно, это точка сосредоточения самого большого числа людей, живущих с ВИЧ, но есть и те районы, в которых активно выявляются люди с ВИЧ-инфекцией. Это, например, у нас традиционно Кирово-Чепецкий, Вятско-Полянский район. Это два лидера. Там преобладал длительное время наркотический путь передачи заболевания. Когда вирус попадает в среду людей, употребляющих наркотики, эпидемия распространяется просто в геометрической прогрессии очень быстро, потому что риск передачи очень высок. То есть буквально один раз чужой шприц, инструмент, и это достаточно для заражения. Но при этом у людей, употребляющих наркотики, есть ведь и сексуальные партнеры, число которых бывает весьма велико. И, соответственно, включается половой путь передачи. Таким образом создается за короткое время очень большое число случаев, в которых риск передачи вируса уже был. Соответственно, выявление идет немножко отсроченно, потому что когда-то эти люди дойдут до медицинской организации, когда-то им еще будет установлен диагноз, когда-то им объяснят, как сделать так, чтобы не передать вирус другим людям. И в районах продолжается распространение вируса среди жителей района уже. То есть изначально, если мы говорили о том, что у нас все-таки больше случаев завозных, то на сегодняшний день мы уже точно знаем, что больше всего у нас поражаются жители, которые постоянно проживают на территории. А что касается отдаленных территорий сельской местности, там как ситуация обстоит? Деревни, села. Там идет распространение или там ситуация, скажем так, лучше в сравнении с городами? У нас, видите, ситуация оценивается по району в целом. Поэтому в данном случае среди сельского населения, конечно, тоже у нас распространение идет. Здесь люди городские от людей сельских не отличаются ничем. Точно так же есть и половой путь передачи, есть и наркотический путь передачи. Есть такой момент, что в глубинках, где заработать невозможно, где нет работы, люди уезжают на работу вахтовым методом. И не исключено, что они привозят заболевания и после таких трудовых будней. Потому что вахта длится иногда месяц, иногда два, иногда даже три. И человек там живет своей обычной жизнью и может привести заболевания из другого региона. У нас территории, даже ближайшие, Пермский край, Нижегородская область, Республика Татарстан, это достаточно высокопораженная территория, где речь идет не о тысячах заболевших, а уже о десятках тысяч. В связи с этим скажите, пожалуйста, как ведется информация, доносится жителей Кировской области, какими путями? На самом деле самыми разными путями мы стараемся донести эту информацию. Прежде всего, это, конечно, СМИ, которые доступны для каждого. Но СМИ не везде работают. Но СМИ, к сожалению, да, работают не везде. Поэтому мы регулярно предлагаем специалистам ЦРБ выходить в трудовые коллективы для информирования, выходить на администрации районов для того, чтобы люди, принимающие решения, знали о ситуации на территории района, чтобы они способствовали распространению этой информации. На сайте правительства Кировской области размещается информация о профилактике, но, конечно, в интернет. Больше всего мы размещаем информацию в интернете. И очень часто у нас новости в различных сетевых источниках. И новости сегодня в СМИ, даже печатные в районах, зачастую имеют свои какие-то сайты, где время от времени они выпускают новости. Но вот оценить, конечно, насколько много людей просматривает эту новость. То есть это невозможно. Да, бывает невозможно. Поэтому реальный охват информированием оценить на сегодняшний день очень сложно. Есть реклама на телевидении, есть реклама на радио, есть уличная баннерная реклама, размещаемая в районах. Есть информационные беседы врачей с людьми, которые приходят в поликлиники. Причем это как индивидуальная, так и групповая работа. Есть выходы специалистов в образовательные организации, и в трудовые коллективы. Но насколько эффективно ведется информационная работа, оценить бывает очень сложно. А есть ли задача это оценивать? Конечно, есть. У нас есть задача это оценить. Мы проводим опросы, но, как правило, получаем ответы достаточно неплохие. Но мы не можем отследить, что, например, все население района так же хорошо информировано, как те люди, которые были опрошены, например, на базе центральных районных больниц, в которых размещаются листовки, буклеты, плакаты, где люди действительно могли эту информацию получить, и потом на приеме у врача, например, заполнить эту анкету, прочитав информацию. Это, конечно, с одной стороны очень хорошо, что они получили информацию и тут же дали обратную связь. Но сколько людей охвачены таким информированием, точно сказать мы не можем. Ну, в любом случае, насколько я понимаю, есть задача повышать каждый год процент информированных людей. Безусловно, это одна из задач государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ, которая принята была в октябре 2016 года. И по задачам этой стратегии у нас в этом году охват информированием должен составлять 84%. Здесь не идет вопрос о объеме информирования, о глубине знаний людей, идет речь об охвате. И, конечно, такой охват с учетом образовательных организаций, с учетом того, как отчитываются учреждения здравоохранения, о проведенных мероприятиях в учреждениях здравоохранения очень много сейчас делается для того, чтобы людей проинформировать о ВИЧ-инфекции. С учетом размещения материалов в средствах массовой информации мы, конечно, этот охват сможем обеспечить. Но смогут ли люди сориентироваться в ситуации риска и правильно повести себя? То есть поведенческий компонент мы сформировать через информирование не можем, потому что этот момент должен формироваться в воспитательном процессе буквально с самого раннего возраста, чтобы у человека была, во-первых, сформирована ценность здоровья, а во-вторых, была сформирована мотивация это здоровье сохранять, в том числе защищая себя от ВИЧ-инфекции. Вот мы сейчас с вами обсудили информацию, которая подается о возможностях риска получения заболевания. Что касается призыва к тестированию, бесплатному тестированию, как здесь ведется работа? Точно так же. Бесплатный призыв к тестированию – это продолжение той же информационной работы, которая начинается на уровне изучения путей передачи и рекомендаций способов предупреждения. Вся наша информация заключается в том, чтобы предложить человеку пройти тестирование на ВИЧ и замотивировать его делать это каждый год. Просто для сохранения собственного здоровья, для контроля за собственным состоянием здоровья. А сколько процентов населения Кирской области проходит, ну, вообще хотя бы один раз прошли этот тест? Ежегодно у нас обследуются 20-22% населения. Немало, в принципе. Ну, это немало, но перед нами стоят более глобальные задачи увеличить охват, потому что все-таки очень много в этих процентах групп декретированных к обследованию. То есть, например, доноры, беременные женщины, половые партнеры беременных, военнослужащие, лица, которые… То есть, кому необходимо проходить. Да, кому необходимо. И традиционно невелик процент тех, кто пришел по собственному желанию и сказал, что вот мне было бы интересно узнать свой вещество. То есть, по собственному желанию, которые приходят примерно. Сложно сказать. Это сложно сказать, потому что мы видим, что людей, желающих самостоятельно пройти, их не очень много, но мы видим только на базе спеццентра. Да, мы не можем сказать по районным больницам, каков этот процент. Также это не отслеживается отдельно статистически. Но по нашему спеццентру мы видим, что таких людей, конечно, гораздо меньше, чем людей, которые идут по каким-нибудь направлениям. Микрия Сергеевна, как считаете, почему не идут проверяться бесплатно? Прежде всего, боятся. Боятся узнать о положительном статусе? Боятся узнать положительный статус. Некоторые, в принципе, не задумываются о том, что такой тест можно сдать самостоятельно. У нас население ориентировано на то, что все, что необходимо касающееся здоровья, назначит врач. Если врач не назначил, значит, мне этого не надо. Вот это первый момент. И второй момент, когда мы выходим в аудиторию, многие спрашивают, а введите, пожалуйста, в обязательный комплекс обследований тест на ВИЧ. Как профосмотр. Да, вот приходит, например, медицинский ежегодный осмотр. И почему там тест на ВИЧ не берут? Почему не берут? Потому что законодательством предусмотрено только ситуации, которые создают высокий риск передачи вируса. То есть, например, обязательному тестированию на ВИЧ подлежат доноры биологических жидкостей и тканей. Подлежат беременные женщины и половые партнеры для защиты здоровья будущего ребенка. В бытовом плане ВИЧ не передается никак. Никакие бытовые контакты, воздушно-капельный путь не передаются. И здесь, если человека будут принудительно тестировать каждый год, у него потеряется вот этот момент ценности контроля за своим состоянием здоровья, ценности контроля за вообще профилактикой, за тем, что он сам должен отследить ситуацию риска, за тем, что он сам может обратиться. То есть, когда мы берем ежедневенческий подход, то есть он приходит, ему все делают, и потом еще ведь бесплатное лечение предоставляют, то немножечко стирается настороженность. А если человек пришел по собственному желанию, с ним провели беседу, оценили его риски, помогли ему оценить риски своих жизненных ситуаций, объяснили, как этих рисков избежать, то у человека уже после такого тестирования в голове появится, по крайней мере, план действий, что он будет дальше делать, как ему избежать этих рисков. Он узнает, что процедура достаточно простая и сможет пройти ее, например, в любое другое время. Есть люди, которые раз в полгода сдают тест на ВИЧ, есть те, которые раз в год сдают, есть те, которые только по направлению врача сдают. Но в целом те, кто хочет узнать ВИЧ-статус, их не так много в общей массе. Подождите, но ведь на ежегодные осмотры медицинские тоже не 100% населения ходят? Не ходят, да, согласны. То есть приходят только те, как я понимаю, которые либо на самом деле пристально следят за своим здоровьем, либо у них появляются какие-то проблемы со здоровьем, которые хочется как-то комплексно решить. По направлению работодателя тоже проходят. По направлению в том числе. У них есть право, когда они говорят, я хочу пройти обследование. И никто им отказать в этом правиле, ограничить их каким-то образом не может. Федеральный закон предусматривает добровольное согласие пациента. То есть либо пациент становится в ситуацию, что вот я добровольно хочу обследоваться, либо, например, врач видит показания для обследования, объясняет пациенту, почему он должен согласиться на это обследование. Тут есть юридический момент, потому что обследование на ВИЧ – это именно освидетельствование. То есть устанавливается диагноз, после которого наступает ответственность за то, чтобы не допускать дальнейшего распространения эпидемии. За это есть та же ответственность уголовная. Таким образом, если человек обследуется, у него не обнаруживают ВИЧ, он спокойно дальше живет, радуется жизни. И спокойствие наступает. Безусловно, спокойствие наступает на некоторое время, например, до следующего рискованного контакта. А так, в целом, если рискованный контакт был, обследование рекомендуется проводить дважды, потому что существует период серонегативного окна, во время которого стандартными методами ВИЧ-инфекцию выявить не удается. Этот период окна длится от 3-4 недель до 3 месяцев. Иногда он может удлиняться до 6 месяцев. Это достаточно редкий случай. Большинство, порядка 98-96% пациентов выявляются в период до 3 месяцев. Там остается небольшой процент на четвертом месяце, и совсем мало уже кого через полгода выявляется. Что происходит после, по прошествии этих 6 месяцев, если болезнь предалась? Если болезнь предалась, то тут 6 месяцев не имеют значения, если заболевание выявлено, подтверждено в лабораторной диагностике, клинические данные. Я имею в виду, если болезнь предалась, но человек пока это не осознает. Как он это поймет, не сдавая тесты? Не сдавая тесты никак. Никак. То есть болезнь может протекать абсолютно бессимптомно. Могут быть признаки, похожие на простудные заболевания, на аллергические заболевания. То есть иммунитет будет ослаблен? Иммунитет в это время будет активно бороться с вирусом. В какой-то момент он ослабнет, а потом ситуация стабилизируется. Наши ресурсы будут вырабатывать все больше и больше клеток иммунной системы, которые будут разрушаться вирусом. Но будет доснигнут определенный баланс, когда иммунитет будет справляться в целом с вирусом и другими заболеваниями. То есть защищать наш организм от заражения другими болезнетворными бактериями, вирусами и вообще микроорганизмами. Этот баланс может длиться много лет. Три, пять, семь. Иногда даже десять. И человек будет себя чувствовать абсолютно здоровым. Это, кстати, затруднее от принятия диагноза, потому что когда человеку сообщают о том, что у него выявлен ВИЧ, он говорит, что вы мне рассказываете, у меня ничего не болит, я чувствую себя хорошо. Это полная ерунда. Ну и вот в итоге получается, что это совсем не ерунда. Потому что человеку необходимо контролировать количество вируса, контролировать количество клеток иммунной системы и не допустить их резкого падения. То есть вовремя начать лечение. Если вовремя не начать лечение, что происходит? Болезнь прогрессирует и переходит в последнюю стадию СПИД, синдром, приобретенного иммунодефицита, после которой в течение некоторого времени может наступить гибель. Каково проявление этой болезни? Болезнь именно СПИДа. Органов пищеварения и кожа страдает. Поэтому у кого из пациентов просто что первично сработает? То есть это могут быть заболевания кожи проявляться, причем трудноподдающиеся лечению, рецидивирующие. Это могут быть заболевания нервной системы, это могут быть нарушения пищеварения и так далее. То есть нарушение работы почек может быть. И если у пациента совокупности разные системы органа поражены, то, к сожалению, процесс может стать необратимым. То есть человек погибает от множества причин, которые в совокупности дают понятие СПИДа. То есть на ранних стадиях можно это все остановить? На ранних стадиях, да, с помощью лечения, которое подавляет активность вируса, остановить это заболевание вполне возможно. Его невозможно излечить, но вирусная нагрузка у человека становится неопределяемой. То есть количество вирусов в крови настолько мало, что даже заразиться от такого человека гораздо сложнее. То есть риск заражения от него ниже. Почему? Есть такая стратегия лечения как профилактика. Но и на фоне такого лечения, которое человек получает пожизненно, он может жить достаточно долго. То есть сколько ему отпущено. Екатерина Сергеевна, осталось, не осталось уже почти времени, но очень хочется поаннотировать событие, которое произойдет 1 декабря вечером. Это впервые для Кирова, да, впервые? Для Кирова впервые у нас приедет человек, который живет с открытым лицом, то есть не стесняется говорить о своем статусе. Это человек, который родился и вырос в Кировской области, но позже переехал в другой регион. И он приезжает для встречи со всеми желающими, чтобы еще раз показать о том, что, во-первых, не надо бояться сдавать тест на ВИЧ, во-вторых, с ВИЧ-инфекцией можно жить, и, в-третьих, ВИЧ-инфицированный человек не опасен в бытовых контактах. И 1 декабря в библиотеке имени Герцена в 5.30 такая встреча состоится. Александр Издаков по образованию юрист. Сейчас он занимается защитой прав людей, живущих с ВИЧ, а, к сожалению, с нарушением прав мы встречаемся очень часто, и он будет готов ответить на вопросы не только о заболевании, о жизни, но и на вопросы юридического характера. Екатерина Сергеевна, спасибо большое за подобную беседу. Очень жаль, что такое происходит, к сожалению, только раз в году. Так что будем ждать вас с отчетами о том, что у нас заболеваемость уменьшилась как минимум дважды в год. В гостях у нас сегодня была Екатерина Сметанина, заведующая отделом профилактики в спеццентре инфекционной клинической больницы. Спасибо большое, Князья Сергеевна, еще раз. Будьте здоровы. Спасибо. До свидания. 12+. Слушайте доктора. Имеется противопоказание. Проконсультируйтесь у специалиста. Проконсультируйтесь у нас.